Когда дело касается оценки свойств в продуктах для волос, то с шампунями и кондиционерами все более-менее понятно. Шампунь выбираем по промывающей способности, а кондиционер по каким-то особенным свойствам, чтобы хорошо распутывал, разглаживал или, например, придавал объем. Но как быть со стайлингами? Как понять, какую пенку, гель или лак выбрать и что значит степень фиксации, которую пишет на упаковке, разберемся в этом видео. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на этот канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей лица, а также отношения и другие личные темы в подкасте И. Итак, какие проблемы есть с оценкой стайлингов? Во-первых, их огромная куча. Гели, пенки, спреи, пудры, помадки, воски, лаки. Список можно продолжать и все эти продукты можно использовать при разных условиях, а также миксовать. Во-вторых, потребителям не совсем понятно, что производители имеют в виду под словом фиксация. Фиксация прически в недвижимом, застывшем состоянии, либо же фиксация укладки, значит продление ее жизни. Более долговечная будет укладка. В-третьих, часто ожидания у потребителя нереалистичные. Обычно люди хотят сильную фиксацию, но при этом, чтобы стайлинговый продукт не ощущался на волосах, чтобы локоны были мягкими, не склеенными. А это, на самом деле, немного взаимоисключающие понятия, но об этом поговорим чуть позже. При разработке укладочные средства тестируют в разных условиях. Наносят гель или лак на влажные волосы, сушат естественным путем в помещениях с сухим воздухом. Также бывает, что накручивают локон на плойку, фиксируют стайлингом и помещают во влажную комнату рядом с каким-то референсным образцом, на котором не нанесен никакой стайлинг. И затем смотрят, насколько сильно локоны растянулись и потеряли свою форму. Также измеряют жесткость пряди, фиксируют в определенном виде и затем меряют, сколько сил нужно приложить, чтобы деформировать эту застывшую прядь. Главные компоненты стайлингов это полимеры. Они дают фиксацию, объем и текстуру волосам. И если сильно упростить, то степень фиксации будет зависеть от того, в каком количестве и какого типа полимеры содержатся в стайлинговом продукте. Например, чем больше синтетических полимеров типа ПВП или акрилатсополимер, тем обычно выше будет фиксация. Есть также другие компоненты, например, в таких продуктах, как кастарды, это гелевые стайлинги. Они вообще обычно без синтетических полимеров, но фиксируют по-другому. Также фиксация может обеспечиваться, например, солью в солевых спреях. Но давайте сейчас не будем сильно это все усложнять. Факт в том, что существуют различные полимеры и другие фиксирующие компоненты, и все это учитывает производитель, когда пишет что-то на упаковке. И часто производители примерно оценивают степень фиксации своего продукта по шкале от 1 до 5. Но это не какая-то принятая шкала с определенными требованиями. Это скорее ориентир то, как гель или любое другое средство показало себя во время тестирования, плюс оценка количества и вида полимеров в составе. И это только отправная точка, а не точный показатель качества фиксации. Вы часто можете увидеть такую шкалу на различных стайлингах продуктов. Вот здесь, например, 6, 6 типов фиксации. Здесь 7 вообще. Здесь 5. И если, например, у производителя 5 цифр, это значит, что они сварили 5 разных гелей, и этот был самым фиксирующим. Обычно так. И фиксация номер 4 в одной марке, например, может соответствовать степени фиксации номер 5 в другой. Многие производители вообще никаких цифр не ставят, пишут просто сильную фиксацию, средняя фиксация, либо вообще игнорируют степень фиксации в описании, и это совершенно нормально. Каждый волен делать все, что хочет, и нет никаких рамок или регулировок, поэтому полагаться на такое описание всецело, ну, наверное, и не стоит. Плюс важно отметить, что фиксация конкретного продукта будет очень сильно зависеть от того, насколько равномерный, в каком количестве продукт нанесен. Производители это также стараются учесть при оценке степени фиксации стайлинговых продуктов. Если мы говорим, например, о лаках, о баэрозольных продуктах, то здесь смотрят на распылитель. Насколько крупные или мелкие капли оседают на волосах, какова сила подачи вот этого вот потока. Если мы говорим о лаках для волос, например, об аэрозольных продуктах, то здесь смотрят на распылитель, на то, насколько крупные или мелкие капли оседают на волосах. Какова сила и скорость распылений, даже угол, под которым это распыление происходит, имеет значение. И как вы могли догадаться, максимальная фиксация номер 5, или номер 7, или номер 10, или просто сильная фиксация extra strong hold. Она почти всегда идет в комбинации с определенными неприятными ощущениями в виде жесткости или липкости волос, то есть того, что обычно покупатель пытается избежать. И чаще всего мы не хотим ничего ощущать на наших волосах. И наоборот, приятный на ощупь стайлин, который вообще не ощущается на волосах, скорее всего, будет хуже фиксировать. Особенно сложно все это применить к кудрявым волосам, потому что на мьющиеся волосы мы наносим гель совсем по-другому. Во-первых, на влажные волосы, затем мы мнем снизу вверх, мы редко, просто супер равномерно покрываем каждый участок, каждый локон. Затем после высыхания волос мы разбиваем эту корочку, именуемую custom, и смотрим не только на то, насколько хорошо волосы зафиксированы, но и то, насколько очерченные получились завитки, насколько они крупные или мелкие, или гладкие они, или увлажненные, и миллион еще различных факторов мы оцениваем. И тесты на вьющихся волосах, имитация реального использования на кудрях достаточно редкие. В основном все смотрят на прямых волосах, и приводить полученные данные к тому, как какой-то продукт будет вести себя на вьющихся волосах, достаточно сложно. Также важно отметить, что свойства этих полимерных пленок от гелей или лаков для волос, они не постоянны, и могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как влажность воздуха, перепады температур, ветер. Поэтому то, как волосы будут выглядеть в итоге, зависит не столько от формулы конкретного средства, сколько от нанесения и, например, погоды. Недавно мы с косметическим химиком провели вебинар об уходе за волосами в различных сезонах, при перепаде влажности и температур. Если вам интересно, то смотрите по ссылке. И еще, да, я сказала, что обычно чем больше, например, синтетических полимеров в каком-то стайлинге, тем фиксация будет выше. Но, взяв, например, продукт с первой степенью фиксации, вы можете нанести его в два раза больше и получить уже более сильную фиксацию. И наоборот, разбавить какую-то, например, фиксацию номер 5 водой и получить более легкую фиксацию. Короче, все достаточно сложно. И опираться на эти показатели на упаковках стоит только как на отправную точку и не ждать, что гель или лак для волос все сделают за вас. Гораздо важнее приноровиться к нанесению, поэкспериментировать с количеством продукта, то, насколько мокрые ваши волосы при нанесении тоже играют большую роль. Поэтому, главное, это не формула продукта, а то, как вы его используете. У меня на этом все. Пишите внизу в комментариях, как вы выбираете стайлинговый продукт и смотрите ли на степени фиксации, которые указывают на упаковке. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. А у меня все на сегодня и увидимся в следующем видео. Пока!